Кришна 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 По просьбе Махараджи Парихши Ташу кадева Бхасвами продолжил рассказ о том, как заселялась вселенная. Когда 10 прачетов сыновей царя Прочинабархи погрузились в морские глубины, чтобы совершать эскезу, земля осталась без царя и постепенно пришла в запустение. Повсюду разрослись сорные травы и бесполезные деревья, и никто не выращивал зерно. Вся планета покрылась густым лесом. Когда прочеты вышли на сушу и увидели, что произошло, они разгневались на деревьях и решили их уничтожить. Прочеты извергли из уст огонь и ветер, чтобы сжечь дотла все деревья. Но за деревья вступился Сома, бог луны и покровитель растений. Он запретил прочетам губить деревья, которые дают всем живым существам плоды и цветы. Чтобы милостивить прочетов, Сома отдал им в жены прекрасную девушку, дочь Апсары Прамлочи. Она родила Дакшу, зачетого от семени всех прочетов. Дакша затем породил полубогов, демонов и людей. Когда же он увидел, что население Вселенной перестало расти, то принял Саньясу и удалился в горы Винхе. Там он предавался суровой аскезе и умилостивил Господа Вишну молитвой Хамса Гухе. Вот эта молитва. Я поклоняюсь Господу Хари, Верховной Личности, Сверх Душе, Повелителю всех живых существ и материальной природы, светозарному и самодостаточному. Подобно тому, как объекты восприятия не являются источником воспринимающих их органов чувств, живое существо, пребывающее в материальном теле, не является источником своего вечного друга Сверх Души, которое служит причиной возникновения всех органов чувств. По невежеству живое существо обращает чувство к материальным предметам. Оно наделено жизненной силой и потому способно до какой-то степени понять, как создается этот мир. Однако постичь Верховного Господа ему не под силу, ибо Господь не досягаем ни для чувств, ни для ума, ни для разума. Только великие мудрецы, всегда погруженные в медитацию, могут узреть личностный образ Господа в своем сердце. Обыкновенное живое существо осквернено материей, поэтому его речь и разум материальны. Материальны все его чувства, и как бы оно ни напрягало их, ему не постичь Верховную Личность Бога. Материальные чувства не дают верного представления о Боге, поскольку Он для них не досягаем. Но когда живое существо использует свои чувства для преданного служения Господу и достигает духовного уровня, вечная Верховная Личность Бога открывается ему. Считается, что тот, кто избрал целью жизни постижения Всевышнего, уже обрел духовное знание. Верховный Браман – причина всех причин, ибо он существовал и до сотворения мира. Будучи изначальным источником материи и духа, он независим в своем бытии. А видя иллюзорная энергия Господа, побуждает тех, кто ведет бессмысленные споры, считает себя совершенными и держит обусловленные души в плену ложных представлений о жизни. Но своих преданных Господь, сверхдуша, очень любит и в знак милости открывает им свой образ, свое имя, качество и атрибуты. То, чему должны поклоняться все живущие в материальном мире. К несчастью, люди, погрязшие в мирских заботах, предпочитают поклоняться не Верховному Господу, а полубогам. И как воздух наполняется ароматом лотоса или окрашивается поднятой ветром пылью, так и Верховный Господь, зная стремление неразумных людей, является им в образах различных полубогов, но при этом неизменно остается высшей истиной – Господом Вишну. Исполняя желания тех, кто предан Ему, Господь приходит в этот мир в образе своих бесчисленных воплощений, так что нет никакой надобности поклоняться полубогам. Довольный молитвами Дакши, Господь Вишну явил Ему свой восьмирукий образ. Господь был темнолик и облачен в желтой одежде. Зная о желании Дакши следовать путем мирских наслаждений, Господь наделил Его способностью наслаждаться иллюзорной энергией и предназначил Ему в жены дочь Панчаджаны Асикни, которая могла утолить Его сладострастие. Само имя Дакши говорит о том, что он был весьма искушен в половой жизни. Благодаря Дакшу, Господь Вишну исчез. Тексты 1 и 2. Доктор 1 и 3. Шираджо Вача Дева Суранри Нам Сарго Наганам Рига Пакшинам. Сама Сика Ствая Прахто Ясту Своям Хувентаре. Тасьяй Вавья Самыч Хами Джантум Те Бхагаван Ядха. Ану Саргам Яя Шактья Сасарджа Бхагаван Парах. Пословный перевод. Змеи подобных существ. Мрига пакшинам. Зверей и птиц. Сама сиках. Кратко. Твоя. Тобой. Рок тага. Описано. Яга. Которые. Ту. Однако. Однако. Своям пхуэ. Своям пхуэ ману. Антаре. В эпоху. Тасья. Этого. Эва. На самом деле. Вьясам. Подробное описание. Подробное описание. Ичхами. Желаю. Гьяту. Узнать. Те. Твое. Гагаван. Мой господин. Ядха. Как. Анусарган. Второй этап творения. Яя. Которой. Которой. Шракт-я. Шракт-я. Энерге. Энергеи. Сасаджан. Сасаджан. Создал. Создал. Гагаван. Верховный Господь. Верховный Господь. Парахан. Парахан. Трансиндентный. И вот. Благословенный царь Парикшит обратился к Шукадеве Госвами Мой господин, ты упомянул в третьей песне, что в период правления своим Хувамамаму были сотворены полубоги, демоны, люди, наги, звери, птицы Прошу, расскажи мне об этом подробнее Поведай мне также об энергии Всевышнего, с помощью которой он создавал мир на втором этапе творения Текст третий Сута Госвами сказал, о лучший из мудрецов, собравшиеся в лесу Наймешарани Великий йог Шукадева Госвами похвалил царя Парикшита за его просьбу и стал отвечать ему Шукадева Госвами сказал Когда десять сыновей царя Причинобархи вышли из морской пучины, где они предавались аскезе, то увидели, что всю землю покрыли леса Комментарии Шилпропады Шилпропады ки? Да! Некогда царь Причинобархи совершал лидические ритуалы и приносил жертву животных Нарада Муни из жалости к ним попросил царя прекратить жертвоприношение Причинобархи внял словам Нарады и, покинув царство, удалился в лес, чтобы предаться аскезе В то время все его десять сыновей тоже совершали аскезу в морских глубинах, поэтому мир остался без царя, который поддерживал бы необходимый порядок Когда же прачеты наконец вышли на сушу, они обнаружили, что вся земля заросла деревьями Если правители не уделяют должного внимания земледелию, без которого невозможно обеспечить людей пищей, то пахотные земли зарастают никчемными деревьями Конечно, многие деревья приносят пользу, давая людям цветы и плоды, но есть также немало бесполезных деревьев Их можно пустить на дрова, освободив землю под пашню При нерадивом правлении урожаи зерна из города в год падают Как сказано в Бхагавадгите 18.44 Возделывать землю, а также заботиться о коровах, должны представители третьего сословия ващи, склонные к этому от природы Криши-го-ракшья-ва-ни-джьям, ващья-карма-сва-бава-джам Осмотреть за тем, что бывающие, стоящие ниже браманов и кшатриев, как следует выполняли свой долг, обязаны кшатрии и правители Кшатриям приписано заботиться о людях, о ващьям, о домашних животных, особенно о коровах Еще раз последний стих Ши-шу-ка-ва-ча-я-да-пра-чета-сах-хутра-да-ша-пра-чина-бархи-шах-антакса-му-драт-ун-магна-да-дри-шургам-дру-майр-вритам Шукадева Госвами сказал Когда десять сыновей царя-пра-чина-бархи вышли из морской пучины, где они предавались Аскезе, то увидели, что всю землю покрыли леса Ома-гьяна-тимиран-дэ-си-я-гья-нан-джана-ш-навакая-ча-шургам-дритам-не-на-тас-хмай-ши-гу-раве-на-маха-ши-чей-таням-а-но-пиш-тан-статы-там-не-на-пута-ле-свая-вру-бхата-дам-а-гьян-да-дати-сва-па-данти-кам-вань-я-капа-патарупья-ча-крипа-син-губья-эвача-патита-нам-баван-э-гья-вай-шна-вэ-дьё-наму-на-маха-дра- Закончили читать главу Праджа Милу Теперь переходим к описанию творения Вселенной, второго этапа творения Вселенной. История начинается с истории врачетов, которые вместо того, чтобы править землей, решили вслед за своим отцом отправиться совершать аскезы. Причем отправились в непростое место, отправились в морские пучины. Кто помнит, сколько лет они совершили аскезы? Тысячу лет? Десять тысяч? Отлично. Десять тысяч лет под водой. Есть этот роман, уже верно. Сколько там? Десять тысяч? Тридцать тысяч лет под водой? Десять тысяч лет под водой. Благо они большое, конечно, получили от этого. Потому что они в то время, в сатте-югу, основная духовная практика была медитация. И совершать аскезы для живых существ было естественно. Они жили сто тысяч лет. Ну и вот десять тысяч лет, десятую часть своей жизни, они могли посвятить аскезам. Проблема была в том, что не так уж много было населения на земле. И не было царей, которые могли бы управлять землей. Вообще мало кто был. Тут говорится, что земля заросла деревьями, заросла растениями. Никто не ухаживал за ней. Как я слышал, что вначале на земле появляются живые существа, наиболее возвышенные. Их мало. Они все брахманической природы. Потом появляются немножко отождествляющие себя с какими-то ролями в этом мире. Шатрии, которые управляют уже землей. Но и тут явно ващих не хватало, видимо. Либо они отбились от рук в отсутствии шатриев. Земля заросла. Никто не возделал землю. Никто не боролся. С ростом деревьев. И, выйдя после долгой своей аскезы на землю, врачи это увидели, что земля пребывает в таком печальном состоянии. Комментарий Шила Прабхупада описывает краткую предысторию того, как их занесло в глубины. Начиная с царя Прочинабархи, который посвятил свою жизнь совершению жертвоприношений, животных. Нарада Муни остановил это и попросил его не совершать ненужное насилие. И тогда он пытался уезжать аскезу, ушел в лес. И здесь в комментарии Прабхупада подробно описывает, что причина... То есть основные, кто отвечает за этот бардак, по идее это ващи. Но ващи без кшатриев они тоже не могут ничего делать. Нам кажется, что когда происходят какие-то революции, обычно низшие классы возмущаются тем, что высшие классы ничего не делают. Так было... Постепенно как развивается деградация общества описывается Бхагаватом. И говорится, что вначале деградирует высший класс. Вначале браманы деградируют, то есть учителя общества, мудрецы, священники, те, кто призваны хранить знания, передавать его из поколения в поколение. Самая бескорыстная часть общества, она деградирует и они становятся зависимыми от второго класса, от кшатриев, от царей. То есть самая независимая часть общества становится зависимой, слабой. Они перестают быть эскетичными, они привязываются к каким-то материальным благам и продолжают осуществлять свою деятельность в брахманической форме ритуалов. То есть они просто совершают какие-то ритуалы, сами не особо понимая смысл этих ритуалов, то есть просто по традиции они это делают, получают за это какие-то вознаграждения, получают какую-то славу, почет, что-то еще. Но это очень быстро заканчивается, потому что терпеть недееспособных брахманов общество долго не может. То есть когда брахманы деградировали, то первое, что приходит в голову, это шатриям занять место лидеров общества. То есть цари свергают этих так называемых брахманов. И во всем мире это вот мы знаем, что в западном мире происходило примерно так, то есть вначале все образование было в руках у священников, они были главой общества. Но потом произошли такие вот монархические революции, когда главными стали цари, а церковь стала прислуживать просто, ну, обслуживать их интересы, какие-то политические, какие-то экономические. Но следом за деградацией общества, то есть следом за деградацией брахманов наступает деградация царей, так как они тоже не имеют защиты. То есть они не имея защиты сверху, не имея связи с Верховным Господом через посредство класса брахманов, они тоже очень быстро деградируют, потому что исполнение обязанностей царских просто ради того, чтобы их исполнять, оно очень быстро, ну, как бы, они теряют вдохновение, то есть должна быть какая-то высшая цель в жизни. Цари они не могут просто ради денег, ради какой-то славы. Все это очень быстро увядает в их глазах, то есть все эти достижения, они не являются мотиватором, серьезным мотиватором, чтобы бескорыстно, безвозмездно посвящать свою жизнь служению обществу, как делают обычно в ведической царе. То есть царь это тот, кто готов пожертвовать своей жизнью, ради того, чтобы общество процветало, для того, чтобы защитить своих подданных. И вот эта готовность у них пропадает. То есть они просто начинают тоже жить для самих себя, они просто начинают наслаждаться, эксплуатировать все нижестоящие классы, что приводит неизбежно к буржуазной революции, так называемой. То есть когда класс торговцев, класс финансистов, бизнесменов, у него не хватает сил терпеть это беззаконие со стороны правителей, которые трусливые, которые не защищают, а только грабят все остальные классы. И происходит так называемая буржуазная революция, когда во главу общества приходят ващи. То есть цари остаются уже не у дел, то есть в зависимости от того, насколько это бурно происходит, эта смена власти. Либо они остаются как формальные правители, просто как номинальные. Есть какой-то царь, есть какой-то король, королева, никто с ними не считается особо. Ващи выбирают парламент, как правило, там начинается такая парламентская форма правления, псевдодемократическая, то есть где на самом деле всем правят деньги, и выбираются так называемые представители сословий различных в это правление, которые там вроде как этим всем и правят. из-за того, что ващи находятся тоже без покровительства высшестоящего класса царей, у них нет связи с браманами, потому что ценить браманов могут только кшатрии по-настоящему. То есть чем важна роль кшатриев, они являются посредниками между всем обществом и браманами, потому что понять, зачем нужны браманы, кроме кшатриев, правильных кшатриев, все остальное общество не может, в принципе не может, потому что кажется, что браманы, они же вообще ничего не делают, они просто там что-то бормочут, они там что-то мантры какие-то поют, какие-то масло жгут, которые можно на хлеб намазывать, зачем это все надо. То есть обществу непонятно вообще, как бы роль браманов. В то же время Манну Самхита описывает, что из всех четырех классов единственные, кто живут на свои деньги, это браманы. То есть единственные, кто едят хлеб, свой хлеб, с которым они по-настоящему зарабатывают, это браманы. А все остальные классы общества живут за счет браманов. И вот это непонятно, потому что ну как же, они же не жнут, не сеют, они только, вы знаете как это, образ попа такой был, когда у нас произошла очередная революция уже народно-демократическая, как после буржуазной революции происходят народно-демократические различные революции, когда уже шудры приходят к власти, когда ващи всвергают, и приходит, ну как бы, самый низший класс рабоче-крестьянской. Рабоче-крестьянский класс приходит к власти, и образ попа такой, что он сидит, ничего не делает, там, значит, в посты не поститься, даже, ну как бы, до чего дошло, всех заставляет поститься, сам не поститься, жирует, в общем, жиру бесится. Вот. И вот такой вот образ как бы сохраняется, и, если уж кшатри не понимают, кто такие браманы, и, ну, на самом деле, может быть, обоснованы, потому что браманов уже не остается, как правило, то есть, по-настоящему самоотверженных каких-то таких вот аскетов, которые не полностью бескорыстны, они тоже служат обществу, осуществляют связь с Богом, с его обществом. Вот. Если кшатри не понимают роль браманов, то, естественно, что все остальные слои общества, они также не будут понимать. И чем ниже класс людей приходит к власти, тем ниже критерий того, что же считается счастьем в этом обществе, что же считается трудом каким-то в этом обществе, да, что считается культурой в этом обществе. Вот. Все эти понятия, они деградируют постепенно так же, и класс шудр, ему труднее всего удержаться у власти. И вот, ну, у нас уникальная была ситуация в России, да, когда шудры правили страной практически 70 лет. вот. Но, тем не менее, если посмотреть внимательно, то общество, оно не может функционировать без всех четырех слоев. То есть в обществе обязательно должны быть рабочие, которые делают, занимаются какой-то неквалифицированной работой, работают по найму, не готовы брать на себя ответственность, ну, ни за что более-менее серьезную, то есть зависимы, то есть зависимы от других слоев общества. То есть это патерналистская такая форма сознания, когда обязательно должен кто-то над ними стоять, кто должен обеспечивать пенсию, кто должен там заботиться о них, медицинское обеспечение должно быть, школы там, то есть для шудры все должно быть уже распланировано, он не должен беспокоиться по поводу того, что он будет есть, где он будет спать, то есть им дают квартиры, им дают там, ну, то есть как бы вот, вот это вот, класс общества, он был, считался, что это вот, ну, как бы, основной класс общества, потому что кто по-настоящему работает? Да только шудры и работают, все остальные просто паразитируют на них. Вот. И вначале все были очень вдохновлены этой идеей, да, что шудры наконец пришли к власти, теперь можно получать по труду, а не просто там, потому что там у тебя гены хорошие, и ты родился в богатой семье. Вот. Но это очень быстро стало трансформироваться. Еще в первые же годы советской власти куда-то делись деньги в стране. Непонятно. То есть вроде бы деньги должны, как бы, все забрали, все забрали у богачей, там, раскулачили всех, кого можно было на деньги, куда-то кончились. И в середине двадцатых годов решили ввести НЭП. Новая экономическая политика, которая была призвана для того, чтобы снова нарастить жирок. То есть дали свободу вашим снова. Сказали, все, можете снова торговать, можете заниматься бизнесом, платите налоги, там, что-то еще в этом роде. Вот. Только овощи стали немножко обрастать жирком, их снова расстреляли, снова забрали все, что они успели накопить. Вот. И стали строить, ну, коммунистическое общество. Таким образом. Таким образом. Но, так или иначе, общество не могло существовать без слоя вайщев. То есть, в любом случае, кто-то должен был заниматься банковской деятельностью, кто-то должен был заниматься бизнесом, торговлей, кто-то должен был ухаживать за, то есть, заниматься сельским хозяйством. Это тоже профессия вайщев. И тут должен был управлять, то есть, должны были быть какие-то кшатрии, какие-то военные должны быть, которые готовы свою жизнь отдать за обществом. Которые вроде бы ничего не делают, приходят и орут на всех. Просто. А те, все остальные работают, знаете, как образ начальника какого-то, который пришел, поорал, все заработали сразу, что-то зашевелилось, заделало. Вот. Так или иначе, из-за того, что была классовая такая сегрегация, то есть, не допускались там, те, кто по рождению имели какие-то качества, там, может быть, оставшиеся так называемые интеллигенции, то есть, ее по максимуму постарались истребить, тогда пришлось на роли шудр, ну, на роли шудр там понятно, как бы, а вот на роли вайщев, кшатриев и браманов пришлось на эти роли выдвигать делегатов со стороны шудр. То есть, у нас стали шудрами, стали учителя, то есть, считалось, что если у тебя пролетарское происхождение, то ты самый лучший учитель. Какой еще, может быть, лучший учитель, если ты от земли человек, как бы, и ты знаешь, что такое тяжелый труд, ты не будешь учить всякой ерунде людей, будешь учить тому, как тяжело трудиться и честно. Так или иначе, в общем, вот это общество, оно все равно снова стало выстраиваться, но это вот Варнашима, она была такая вот шудрянская, то есть, во главе общества стояли шудры, все наоборот перевернуто было. Так называемая интеллигенция, как бы она не была более разумна, чем остальные, все равно учителя, какие-то инженеры, они были более разумными, но самыми низкооплачиваемыми, как помните. да, то есть, как бы инженеры, они гордиться было особо нечем. А традиционно в каких-то буржуазных обществах считается, что если ты получил хорошее образование, то ты получаешь хорошую зарплату. Вот. Все это было предусмотрительно сбалансировано в обществе, так называемым, внеклассово. И независимо от того, был ты инженером там, или был ты станочником, все более-менее, все более-менее имели одинаковый достаток. Ну, из расчета того, что рано или поздно эти деньги вообще должны были уйти куда-то, и каждый бы просто получал, сколько ему надо было. То есть, отдавал столько, сколько мог, а получал столько, сколько ему было надо. Это вот идеал коммунистического общества. Должны были построить это коммунистическое общество где-то в середине семидесятых, по-моему, Никита Хрущев обещал, что коммунизм уже будет окончательно построен, либо к концу семидесятых. Деньги отменят, будет бесплатный транспорт общественный, и все будут жить, пользоваться благами настолько, насколько у них хватает все возрастающих потребностей. То есть, был лозунг социалистический. Все более полно удовлетворять все возрастающие потребности социалистического общества. Потребности все признавали, что они все равно растут, несмотря ни на что. Поэтому надо их все более полно удовлетворять. То есть, экономика должна тоже как-то развиваться, как-то соответствовать всем возрастающим потребностям. Вот. Вот что происходит, когда каких-то классов в обществе не хватает. Когда какие-то классы перестают выполнять свои обязанности. И все начинается именно с головы. Прочеты немножко эгоистично поступили, занялись духовным самосовершенствованием, вместо того, чтобы продолжать исполнять свои обязанности, и при этом повторять Харе Кришна, чтобы одновременно духовно прогрессировать. Они не знали еще, кто такой Господь Читаний. Мы выбрали себе не самый простой способ духовного самосовершенствования. Десять тысяч лет под водой сидели. И когда вышли из воды, они даже не смогли контролировать свой гнев. То есть, они так разозлились, что взяли, сожгли, и у них столько раскизы, столько топобаллы накопилось за это время. То есть, когда человек сдерживает свои чувства, контролирует, у него появляются мистические ситхи. То есть, он начинает, он более способный, чем остальные. Он может делать какие-то вещи, которые другие делать не могут. Управлять стихиями. И у них из глаз огонь вышел и сжег лес, стал сжигать деревья. Но это проявление гнива, мы знаем, что у преданных, чем дольше они занимаются преданным служением, тем проще контролировать гнев. Вот этот путь аскез, путь мистической йоги, он опасен тем, что в любой момент можно сорваться. То есть, мы контролируем, контролируем чувства, но в какой-то момент раз, они вышли из-под контроля. И все, что мы, все аскезы, которые мы совершали, мы сразу же теряем все эти плоды. И снова приходится начинать сначала. История про Ишвамитру. Как-то он сидел, медитировал и накапливал топобалу. У него было серьезное намерение. Вся жизнь у него происходила в соревновании с Васишткой. И у него было желание стать не менее могущественным, чем Васиштка. Мудрец, другой мудрец Васиштка. И вот Каушика или Ишвамитра, он сидел и медитировал. И уже там сколько-то тысяч лет он просидел, и у него были какие-то ситхи мистические уже. Он уже был, чувствовал себя не начинающим йогом. Но тем не менее, какая-то цапля села на ветку над ним и покакала на него. И это его так возмутило. То есть, когда он понял, что произошло, он просто не смог контролировать свой гнев. Он просто посмотрел на эту цаплю и она даже до земли не долетела, потому что она сгорела, пока она летела. То есть, он просто испеплил ее одним взглядом своим. И он сразу же почувствовал, что как-то силы куда-то поуменьшились. То есть, у него было зажигалки, бензина меньше стало. То есть, он понял, что еще пару цапель он может сожжет таким образом. Но Аскез уже, ну как бы, зря столько лет промедитировал, зря потратил как бы на эту цаплю. Немножко расстроенный, и он пошел удовлетворять все возрастающие потребности. Потому что, когда человек гневается, у него вожделение увеличивается, и он, соответственно, как бы начинает искать объекты удовлетворения чувственного. Вот. То есть, он так немножко у него ослабило, это сила Аскезы. И он пошел в какую-то деревню, что-нибудь поесть хотя бы. Зашел в какой-то дом там, значит, Матаджи встретил. Ну, в йоге их принято кормить, саньяси, отшельники. Вот. Она его встретила и сказала, ну хорошо, я сейчас тебя накормлю. Вот. Муж пришел с работы, сейчас я его накормлю вначале, а потом тебя. Вот. И он так терпел какое-то время. Ну, помнил еще про цаплю. Вот. Но потом он уже просто не сдержался, потому что кушать хотел. А какая-то эта женщина почему-то своего мужа поставила выше него. Хотя он великий мудрец там, саньяси там. Вот. Ну и она, когда вышла его покормить, он на нее посмотрел снова. И ничего. Посмотрел, и она кое-что. Он так еще посередовался посерьезнее, там брови сжал, так на нее еще посерьезнее посмотрел. И все равно ничего. Потом она на него посмотрела и сказала, слушай, ты так на меня не смотри, я тебе не цаплю. Как-то. Откуда она знает про цаплю? Она говорит, мне твои, твои ситхи, они на меня не производят впечатления. Почему? Потому что я занимаюсь служением своему мужу, я занимаюсь своим делом, а ты занимаешься не своим делом. Все знают, что Васиштка, он был кшатрием по природе. Он был кшатрием, и вот занялся не своим делом, он стал аскетсы совершать, попытался стать браманом. И вся его жизнь, это пример того, как человек выполняет не свои обязанности. То есть он выполнял не свои обязанности, он пытался жить жизнью брамана. В то же время у него, я не знаю, что там в царстве происходило. Потому что это царство он явно кому-то передал, видимо. Потому что у него была цель, он увидел, что браманы живут лучше, чем кшатри почему-то. То есть, ну, не знаю, если кто-то не знает эту историю. Он путешествовал со своим войском, обходил землю, и там что-то охотились, они устали. И, как обычно, значит, решили зайти ашам мудреца Васишки, неподалеку был. И они зашли, там такая приятная атмосфера, тенечек, там птички поют, ручейки звенят. И так, умиротворяюще, спокойно так все. И он зашел, чтобы отдать, значит, оказать почтение Васишке. Васишка сказал, о, царь пришел, проходи, садись, угощайся. Предложил ему воды, там, стопы ему там омыли, там, не знаю, в общем, приняли его, как смогли. Вот, он говорит, ну, я так чисто почтение оказать, потому что я тут не один, у меня тут целое войско, там, не знаю, там, тысячи солдат с ним было. Васишка говорит, да когда всех зови, сейчас всех покормим, говорит, всех примем. Он говорит, как вы всех примете тут, ну, там, Маша небольшой, там, сколько-то у него там учеников, учеников не много обычно было там. Ну, Васишка говорит, нет, проблема, у меня корова Камадхена, она, она сколько угодно может человек покормить. Ну, там, удивился. Лишь вам это говорит. Ладно, позвал все свое войско, войско село. Васишка сказал, ну, теперь можете каждый попросить то, что, пожелать, загадать все, что хотите. Любые блюда, которые вам больше нравятся, каждый загадайте. И они стали загадывать, там, а что сегодня Идра на обед ест, там, а что там у Брамы, там, на обед, там. И у каждого там стало, какие-то блюда стали появляться, там, вот хочу вот такой голоджимон, пожалуйста, вот такой голоджимон. Ну, то есть, как бы, у них экстаз начался такой. Они поняли, что все их желания выполняются. А как происходило, то есть, как бы, эта корова Камадхена, она выполняла все желания. То есть, эта корова, райская корова, с райских планет. Вот, у Васишки была такая корова. Она давала не молоко, а давала все, ну, и молоко включая. То есть, она могла выполнять желания всех. Вот. И у Вишваметра у него сразу же зависть возникла. Что такое вообще, как бы, на моей земле кто-то распоряжается чем-то, что больше, чем у меня. То есть, я, как бы, царь этой земли. Ну, понятно, мудрецы, ашемы, там, у них то и сё. Но, почему у него больше богатств, чем у меня. То есть, если у меня будет одна такая корова, он подумал, то мне не надо вообще, как бы, никаких других источников финансирования. Мне просто надо одной этой коровы достаточно, чтобы безбедно существовать. Все царство могло безбедно существовать. И он Васишки сказал, Васишки, давай, я куплю эту корову. Он говорит, не, а корова не продается, ты что? Это не товар, у нас не отношения. Он говорит, ну, давай я тебе дам тысячу таких коров. Он говорит, зачем мне тысяча твоих коров? У меня есть, там, одна, коров, которые всё, что мне надо, дают. А что мудрецам надо? Им надо масло для того, чтобы ягель совершать, да? Надо какие-то молочные продукты. То есть, им не так уж много надо, на самом деле. Вот, ему очень важно было продолжать совершать жертвоприношения. То есть, и корова ему давала всё необходимое. Ему не надо было, как бы, голову ломать, что дальше делать. Ну, и потом, в конце концов, отношения были какие-то с этой коровой тоже. Ну, в общем, как бы, не получилось у них договориться мирно. И Вишвамит рассказал, не хочешь, я у тебя силой заберу эту корову. Вот. И он, значит, солдатам сказал, забирайте эту корову и уводите. Он говорит, а на каком основании ты вообще забираешь эту корову? Чего ты решил, что имущество браманов ты можешь забирать? Ты кто такой вообще? Ты какой-то царишка тут непонятный? Я браман, как бы. Понятно, что он, как бы. Кто в обществе важнее браман или царей? Он говорит, я царь и всё, что на земле на этой находится, всё принадлежит мне. Он говорит, посмотри внимательно. Стоит вообще на земле эта корова? Она на таком расстоянии немножко от земли всё время была, потому что она с райских планет. То есть, как бы, жители райских планет, они не наступают на землю, говорится. То есть, полубоги, когда приходят, если вы увидите, кто-то вот так вот, на таком расстоянии где-то парит над землей, будьте с ним поосторожнее. Полубоги, они брезгуют даже ступать на землю. Говорится, в Калиюгу они не приходят даже для того, чтобы справить свою нужду на такие планеты типа земли. Вот. И корова, корова Камадхенова, она также стояла над землёй, говорит, а мне всё равно. В общем, как бы, я её забираю. И, в общем, там солдаты хватают за рога, там её за хвост, там её потащили куда-то. Корова смотрит вообще, что происходит. Она разговаривала человеческим языком. Она говорит, Васишка, ты сделай что-нибудь, потому что, ну, как бы, забирают. Он говорит, ну, я брамат, как я могу насилие совершать? Я же, я же не могу. Вот. И она, в общем, расстроилась. Она говорит, ну, может, ты мне скажи, я сама себя могу защитить? Ну, ты просто, ты хозяин, ты должен. Он говорит, ну, если хочешь, можешь сама защищаться. Корова, ну, то ей только этого и надо было. То есть у ней из ушей, из ноздрей, из всех отверстий стали выходить разные демонические такие вот формы жизни. Уже вооружённые до зубов. Вот. Там описываются, какие, 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 какие народности выходили у нее из каких отверстий. Ну, в общем, как бы, не самые благоприятные такие формы жизни. Там какие-то ракшасы, хуны какие-то там, шабары. Вот. Но они все были до зубов вооружённые. И они быстренько, вот, всё это войско, вишваметры, причём никого не убили, они просто его отбросили как-то там на сколько-то километров. Вот. Вишваметры очень расстроился, конечно. Вот. И он понял, что, похоже, делать нечего. Похоже, тут, ну, как бы, обычными силами не справишься. То есть сколько бы солдат не было, похоже, ну, не получится одолеть Васишку. Вот. И он понял, что, ну, как бы, он знает, откуда у него такие силы. Ну, аскезы совершает. Аскезы совершает. Надо тоже аскезы совершать, тоже появятся какие-то силы мистические. Потом с ним поравняемся, как-нибудь сразимся. Вот. И он пошёл совершать аскезы. Кто-то ему там подсказывал, объяснял, как это всё правильно делать. Вот. И он стал сразу такие очень какие-то суровые аскезы совершать. Вот. И, по-моему, Господь Шива вначале пришёл и сказал, ну, хорошо. Он говорит, ты же царь, говорит, зачем тебе аскезы совершать? Зачем тебе, ну, зачем тебе эти браманические какие-то ситхи? Он говорит, ну, вот мне надо, в общем, я не хочу быть царём, говорит, я не хочу быть Раджа-Риши. Раджа-Риши – это святой царь, у которого там есть ещё примесь такая очень сильно браманических каких-то качеств. Вот. Ну, и сказал, получил благословение, стал Раджа-Риши. То есть у него появились, ну, знаете, как непростой царь, который владеет мистическими видами оружия. Её дали какие-то божественные оружия ему там получили, получил какие-то. Вот. И он, значит, с нетерпением уже всё как бы побежал в Ашрам Васишке, побежал, и ещё не добегая до Ашрама, увидел там Васишку. А Васишка сидел, и он натерся маслом, как бы, перед утром, перед тем, как сделать омовение, обычно, ну, в Индии там у них нет, не было мыла как такового, да, то есть при помощи масла. Масляный массаж ему сделали ученики, он сидел на солнышке, ждал, когда масло высохнет, чтобы совершать омовение, и сидел, ну, зубы чистил палочкой обычно, да, разжёванной палочкой чистят зубы. Вот. И он видит, летит вишваметра, и вишваметра увидит Васишку, и у него сразу же, ну, как бы, этот Теджас его, Акшатрейский, он все свои оружия, которые он получил, он все прям охапкой в него и бросил. То есть там брахмасты, там пашупата астры, все астры какие были, то есть они полетели на Васишку, и Васишка сидит и смотрит, на него летит такое что-то огненное, прям, ну, как бы, всё уже там, конец света, там, обычно там, не знаю, когда Вселенная уничтожается, примерно такими оружиями пользуется, что-то ядерное такое летело на него, и Васишское единство только успел зубочистку вытащить, искал хум и бросил эту зубочистку в этот шар огненный. И она воткнулась в этот шар, и шар так замерз, 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 как мороженое стало, и упал на этой палочке вместе. Вишвами очень сильно расстроился опять, как так, то есть он много аске совершил, там, сколько оружия получил, и всё впустую. Вот, сильно расстроился и пошёл опять жаловаться там кому-то, в общем, как же так, вот вроде как, ну, я тут царь, и, в общем, ну, это шива, говорит, да, не переживай, не расстраивайся, ну, просто понимаешь, ты как бы раджа-ариша, а это он брахма-ариша. Брахма-ариша, они выше, чем раджа-ариша. Ну, это же естественно, то есть ты к шадре, понимаешь, ну, в следующей жизни, может быть, станешь какими-нибудь брахмами, там, не знаю, могут у тебя какие-то ситхи, ты будешь брахма-аришей. Нет, я хочу в этой жизни, ну, не знаю, я ничего не могу сделать. Вот, почему стал аскезы совершать, в конце концов, брахма пришёл, говорит, слушай, ну, хватит уже, вот, ну, твои аскезы уже там, дышать нечем, уже, ну, тяжело, в общем. Когда кто-то совершает аскезы, начинает, ну, он задерживает дыхание, и его, благодаря его ситхам, дышать становится всем уже нечем, потому что он задерживает дыхание, вся вселенная не может дышать из-за него. И вот, брахма пришёл, говорит, ну, давай, заканчивай уже, аскезы чуть-чуть и надо, давай, я тебе дам, только прекращай. Хочу быть брахма-аришей. Так или иначе он стал брахма-аришей. Вот, и соревнование, оно ещё долго продолжалось между Васишской и Вишвамитрой. Так или иначе Васишского он тоже не был. Прабхвата где-то в одном из комментариев тоже Васишского называют материалистом. Почему? Потому что в своё время один из царей династии Икшваку, а Васишского был в династии Икшваку, он был кулагуру, то есть гуру всей семьи. И вот один из царей, он случайно там охранял, ну, среди ночи охранял коров, то есть одна из обязанностей царей защищать коров. Там тигр завёлся какой-то, и он охранял ночью. В общем, тигр напал на коров, и он выбежал, и там темно было, и он взмахнул саблей и отрубил корове голову вместо того, чтобы тигра убить. Так как-то получилось так случайно. Тигру только ухо отрубил. И Васишска первым же делом увидел, когда это всё, он его проклял. Он сказал, ты шудра и родишься в следующей жизни. Это что такое, ты убил корову вообще-то? Как ты, может, посмел, священное животное убил? И Прабхвата говорит, что Васишска тоже как бы так, материалист. Как же так? Он взял царя, проклял, ни за что. И сказал, шудра и родишься. Царь был умный, он пошёл ещё с кем-то посоветовался и стал совершать пленное служение, и ушёл в духовный мир. И не стал больше рождаться, ни шудра, ни кем. Прабхвата его похвалил, сказал, что царь как бы оживался мудрее, чем Васишска. Мудрец, говорит, такой материалистичный Васишска. Вот. То есть в обществе должен быть порядок. Для того, чтобы быть порядок, каждый должен заниматься своим делом. Откуда возникает желание заниматься не своим делом? Если хорошенько разобраться, то понятно становится, что желание заниматься чем-то другим, оно диктуется не тем, что сама деятельность как-то очень привлекательна других людей. А нам нужны плоды, которые получают эти люди. То есть как бы сама деятельность по себе, она не является целью. Является целью, как бы, наша привязанность к плодам, наше ожидание какого-то счастья, что вот почему-то у этих людей счастья есть, у меня нет. И пропада объясняет, что вожделение, желание чем-то обладать, вожделение, желание чем-то наслаждаться, оно находит пристанище в чувствах, в уме и в разуме. И в чувствах оно, ну понятно как, оно выражается, то есть чувства соприкасаются с объектами чувств и возбуждаются. Им хочется, глазам хочется смотреть на что-то красивое, носу нюхать, какие-то приятные ароматы. То есть все это, соприкасаясь, возникает вожделение. Но это вожделение человек может более-менее контролировать. Труднее контролировать ум. В уме вожделение возникает, когда мы видим, когда кто-то другой наслаждается. Ну, я тоже так хочу. Начинаем представлять себе, как это вообще. И мы утверждаемся в мысль, что нам гораздо нужнее наслаждаться, чем этому человеку и пытаемся забрать у него объект наслаждения или еще что-то. Ну, то есть как бы в уме уже труднее контролировать это вожделение. Самое трудное, когда вожделение проникает в разум, потому что именно при помощи разума можно контролировать ум и чувства. Но когда в самом разуме уже вожделение сидит, то это труднее всего. И тогда мы начинаем строить планы уже. То есть разум – он стратег. разум – это та часть нашего тела тонкого, которая отвечает за стратегию. То есть он начинает планировать уже, как сделать так, чтобы наслаждаться. вот это вот желание заниматься чем-то не своим, оно происходит из того, что мы хотим чем-то обладать, что нам кажется приносит больше счастья, чем то, что мы имеем в данный момент. Как раз закончилось время. Есть вопросы? Погоди, дай. Что можно сказать по приятному, по приятной речи? Речи? Речи, в основном, это стихия, живоза сито попадает сюда, подрывается к мотиве, и речь, и остальное чувство, становится… Обыкновенное живое существо осквернено материей, поэтому его речь и разум материальны. Материальны все его чувства, и как бы оно ни напрягало их, ему не постичь виховную личность Бога. Речь, материальная речь. Что такое материальная речь? Ну, это речь, которая контролируется живым существом, находящимся в двойственности, то есть яичка и двеша, то есть ему что-то хочется и чего-то она боится, это живое существо, и речь продиктована вот этими двумя соображениями, то есть либо я защищаюсь от чего-то неблагоприятного, как то, что я считаю неблагоприятным для себя, либо я что-то хочу, чего у меня нет, но я очень хочу. И вот речь, она в принципе строится исходя из вот этих вот потребностей, то есть как в гуне страсти живое существо, оно как раз вот находится между вот этими духовней желания и ненависти. Как правило, речь используется для того, чтобы строить какие-то союзы в борьбе за светлое будущее и против кого-то, например. Против кого-то чаще в Калиюгу, потому что чего-то реально добиться, стать каким-то успешным в чем-то гораздо труднее, чем просто показать несовершенство остальных, да, то есть человек находит утешение в том, чтобы показать какие-то ошибки, какие-то недостатки других, тем самым выделиться на фоне и показать, что у меня такого нет, то есть вы видели, слышали, что этот-то сделал, слышали, что вот этот сделал, то есть как бы слухи, сплетни, они, как правило, порождены тем, что человек хочет срезать как бы коротким путем добиться какого-то своего выделения на фоне окружающей действительности серой, показать, что я там все-таки не лыком шит, это вот у них проблема, у меня проблем никаких нет, вот. и в гуне невежества речь она в основном вообще совершенно бессмысленная, то есть если в гуне страсти там есть хотя бы какая-то цель, вот, то болтовня ради болтовни это гуна невежества, то есть когда человек, ну просто как бы, у него, он сам не понимает, что он говорит, то есть язык просто болтается и знаете, чтанчан приводил пример, говорит, в Финляндии видел, как две женщины разговаривают, они разговаривали одновременно, то есть как бы не это, ну чтобы время сэкономить, видимо, то есть какая разница, все равно я ее не слушаю, что она говорит, ну главное выболтаться там, и другое то же самое, то есть они ничего там, говорили одновременно, ну в принципе, какой смысл, все равно же не интересно то, что другой говорит, надо же самому стать, вот, то есть болтовня ради болтовни, вот, речь невежества, речь благости, она, во-первых, она, ну, можно почитать в Бхагавадгите, что такое аскеза речи, аскеза речи, это означает, что речь это правдива, обязательно должна быть, то есть человек говорит только правду, второе, он должен говорить только приятную правду, то есть из всех правд, которые есть, он говорит только ту правду, которая приятна человеку в данный момент, вот, она должна подтверждаться религиозными писаниями какими-то, то есть речь должна ссылаться на какие-то источники, не просто там из головы взял и выдумал что-то и сказал, то есть человек должен быть готов всегда подтвердить это, какой-то цитатой из шастер, либо ссылкой на какого-то общепризнанного духовного авторитета, что это я не сам придумал, что я, как бы, ну, несу какой-то облеск абсолютной истины своими словами, вот, и эта речь, она не должна вызывать беспокойство у других, то есть она должна быть приятной, она должна быть правдивой и она не должна причинять беспокойство людям, вот, это называется аскеза речи, это речь Буни-благости, как правило, она не многословная, эта речь, если мы посмотрим, как развивалось ведическое знание, да, то вначале было одно слово, да, Кришна сказал тапа, тапа, всё одно слово, совершай аскезы, брама, вот, там-там-там, то есть несколько слов, которые песни, по-моему, да, там, брама шлока, вот, то есть постепенно, постепенно, как бы, увеличивалось объём посланий, потому что спускалось знание на всё более и более низкий уровень, там, для того, чтобы нам это объяснить, вот, уже 12 песен, и там у них комментариев очень много, и иначе просто мы уже не поймём, дальше, наверное, Шримад Бхагава там будет занимать ещё больше места, потому что там ещё больше надо будет комментариев, вот, то есть чем ниже способность что-то понять, тем больше требуется пояснений каких-то, адаптаций. А вы начали, вроде, рассказывать историю, как Вишвамид разошёл, чтобы покушать, там, вы закончили или мне просто показалось что-то? Да, он когда кушал, у него зависть появилась, потому что, ну, как бы, источник вот этого языка, это была корова Камадхену. Не-не-не, когда к жене зашёл. К жене зашёл. А, да, да. Да, мне всё равно, то есть, как бы, можно меня так не смотреть, как бы, я тебе не цапля. То есть, на неё не влияло, в том плане, он явился, почему она, откуда она это знает. Она совершала аскезу, то есть, она занималась своим делом, и человек, занимающийся своим делом, приобретает все необходимые качества для этого дела. И вот, ну, как бы, есть такое выражение, что, если человек защищает харму, то есть, если он придерживается от хармы, то харма его защищает. Харма ракши-то ракши. Ну, как бы, харма защищает такого человека. То есть, она защищена была своей дхармой, она выполняла обязанности жены. Муж пришёл с работы, я должна его накормить. Вот. И из-за того, что она была на своём месте, то есть, она оказалась сильнее вишваметри, который там совершал какие-то аскезы, и был бы просто не на своём месте. Вот так. Ещё вот вопрос насчёт желания заниматься не своей деятельностью. Как избежать подобного желания и не допустить, чтобы оно возникало? Самая главная причина – это корысть. То есть, совет в гоне страсти даёт Кави. «Семь привычек успешных людей». Послушайте. Он говорит, оговаривайте свои ожидания вначале. То есть, вы начинаете взаимоотношения с кем-то. И для того, чтобы не было конфликта, то надо оговаривать, проговаривать полностью все свои ожидания. То есть, если про семью мы говорим, это брачный контракт, в котором на 100 страницах расписаны все возможные казусы будущей семейной жизни, что произойдёт и что будет в результате. Но это в гоне страсти решение. В гоне благости решение – это когда у нас нет ожиданий. То есть, у нас в принципе просто нет ожиданий. То есть, мы не культивируем ожидания, мы культивируем желание давать. А с собственными ожиданиями мы просто работаем на их уничтожение. То есть, у нас не должно быть ожиданий каких-то. То есть, сама деятельность, она должна приносить удовлетворение. То есть, если мы говорим о преданном служении, то это единственная деятельность, которая приносит удовлетворение сама по себе. все остальное оно связано обычно с плодами этой деятельности даже если взять там самые возвышенные деятельности там гиану например на желание освобождения есть если освобождение в конце не будет но никто этой гианой заниматься не будет никто не будет зубрить эти шлоки совершать аскезы какие-то вот если не будет мистических совершенств никакие йоги не будут заниматься вот если не будет возможности родиться на райских планетах и наслаждаться то карме не будет заниматься кармин одни преданные только такие дурачки которые будут заниматься в любом случае при этом служение несмотря на то будет мир что-то или не будет то есть вот это вот это вот свойство бакте которого нет нигде то есть преданный занимается независимо от того получает он какой-то результат не получает какой-то результат если любовь безответная то это еще усиливает его желание служить еще больше кришне хотя казалось бы ну как же так какой-то как у пушкина чем больше женщину мы любим и меньше нравимся и наоборот вот то есть отсутствие отклика со стороны объекта любви еще больше углубляет преданность но имеется ввиду что взаимоотношения между преданными и верховным господом слишком мазотерически показывает еще в общем нет привязанности к результату желание чтобы объект любви был счастлив если он счастлив от того что у меня не видит вернее оттого что я его не вижу то то я бы я тоже счастлив потому что он так хочет и кришна он ничего не может сделать собой в результате таких взаимоотношений то есть кришна говорит есть такое имя кришна сватантра да сватантра это означает что он независим то есть он полностью независимо он не нуждается ни в каких атмарама еще до есть имя сам наслаждается сами сами собой не нуждается внешних объектов и и атакам тот кто сам может выполнять свои желания так вот кришна говорит девятой песни после того как дурва саму не пришел пригнала его сударшина чакра этом бариша махараджи он стал просить прощения у вишну говорит что этот великий оскорбитель помоги меня спаси защите и вишна говорит я ничего не знаю я я сватантра я не не сватантра я свой танк я они независимы как сватантра ты ты независимый единственное что независим это ты умирать нет все больше нет я уже все я уже полностью зависим я полностью предал я полностью завершу от своих преданных сударшина за тобой гонятся они знаю я потерял пульт станционного управления нету вам бариша поищи то есть я не я не контролирую все мной полностью мои преданные управляют потому что как я могу им отплатить он говорит если они бросают семьи они бросают детей и бросают жен они делают они отрекаются от всего ради меня как я могу не 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 платить им взаимностью я просто не могу этого делать я я просто связан по рукам и ногам то есть получается что вот на что мы претендуем то есть когда мы занимаемся бахтин не хотим таких взаимоотношений когда мы полностью самоотверженно отдаем все для господа и он свою очередь он лучше кто может отвечать взаимностью он соответственно тоже взаимно взаимно полностью связан этой любовью но нашей любви недостаточно той которая у нас по природе есть у нас есть какой-то там сад чит и анагдана инфекции гуру махаража слышал что кришна отдает дополнительно вот когда говоришь что бабки в сердце приходит то есть он дает вот это вот потенцию хладине шахте которая делает нас способными вступать как бы такие вот уже более-менее равные взаимоотношения то есть мы ничтожно малая частица господь ничто бесконечно огромен чтобы вступать в равные такие взаимоотношения любовь взаимоотношения равных там нет доминирования иерархии вот он наделяет дает при этом этот хладине шахте то есть это способность то есть проявлять любовь безграничный нас безграничный источник возможность проявления своей любви под нашим господь вот несколько моментов прочее то они когда совершали эскезы не пройдя чё совершали там указывает ну так бескорыстно совершали скульптура самосовершенность вопрос такой как бы они гнев-то в паре а чего нет нет ну правильный как бы гнев черт деревья нагрели выросли непонятно она смысле это нормально было правильным но это с одной стороны то есть нарядок на каком уровне мы это рассматриваем на самом высоком уровне это лила господа то есть для чего ты как бы у них нет возникать а не должен был возникать стали все сжечь ну кто-то должен будет это все сжечь ну в конце концов почему бы не они то есть ну вопрос то в том что мы уже тоже иногда совершаем эскезы мы иногда отчаствуем и в принципе преданые тоже испытывают гнев вот собственно говоря хотелось как понять сам принцип возникновения гнева ну понятно что мы желание какие-то остаются где совершаем эскезы и это прорывает но вот как правильно гнев использовать и как либо как мы сейчас не говорим про правильный мне дадут чтобы есть гнев но преданное служение там аржуна гневался например на это впадали еще вы имеете против гнева вообще как жуна гневался вот целом как как быть с обычным с материальным гневом но говорится что аскезы они ожесточают сердце и излишние аскезы они противопоказаны преданно есть какие-то аскезы которые предписаны соблюдать и кадыш и например там два раза месяца тоске за ски за соблюдать четыре регулирующих принцип аске за скисом особенно 4 почему-то все его называют четвертым хотя он на самом деле пожалуй первый аске за скисом повторяю 16 кругов целых шестнадцатку вы представляете два часа кого-то 4 кого-то 6 зависимости от того во сколько начали повторять то есть если после обеда то точно до вечера не уложишься выше повторять и повторять шестнадцать кругов вот то есть аскез предостаточно больше не надо как правило но можно там ненадолго но сильно этим не увлекаться почему потому что ожесточается сердце человек начинает гордиться своими достижениями чувствует себя выше других понимать чем тут вообще в мае сидите я встал сегодня в три утра и почитал шестьдесят четыре круга а вы тут вообще непонятно кто вообще ваш духовный учитель мне один преданный сказал я сейчас уже это самое я был каким-то таким вот сентиментальным как-то ну мне там говорят ты вообще иди отсюда там еще чего-нибудь я как бы спокойно относился сейчас говорит я посмотрел один старший преданный говорит вообще ты сколько лет в движении ты знаешь что и я вот в четыре раза больше чем ты в движении и кто вообще твой авторитет старший кто-то там еще по имерции что-то вякоть начинает продолжает или что-то вякоть я так тоже твой авторитет сейчас я пойду сейчас не поговорю сразу замолкает сразу же на место стоит вот и вот хочется тогда проявить чуть-чуть не понимают что не виделся много шнуров тут сколько антималу на шее намотан столько шрамов уже тут ведутся так как будто не понимают вот то есть это желание она возникает и чем чем больше чем более она обоснована тем опаснее потому что нет ничего более опасного чем обоснованное желание справедливости по-настоящему мы заслужили это мы заслужили мы правда я понимаю как я хочу что-то незаслуженное я же заслужил я же тут миссии господочитания не жалея живота своему опыту не приходит и говоря помойте пол а как быть то когда у нас взаимоотношения с преданными и на нас гнев например на нас когда когда вот как как что мы должны делать в такой ситуации вообще но они понятно что они всегда разные но есть какой-то принцип может быть общий мы знаем откуда гнев берется да то есть там бога бьют даже сильно читать не надо самом начале написано что не происходит от вожделения вожделение происходит от того что чувства соприкасаются с объектами чувств и не удовлетворяются в результате возникает нет вот ну и понять как бы что но если человек гневается но скорее всего как гривен там ты гневаешься значит и неправда или цеды цезарь ты гневаешься поэтому ты не прав вот понятно что данный человек как бы гневается ну по-разному можно отнестись да если у нас сознание кришна достаточно то мы можем подумать что на самом деле я бы на его месте меня вообще убил вот и нам но самая полезная форма это матажа умела рассказывала говорит ну преданная добывая так что вот ты идешь идешь ты не с того ни сего там с полу оборота как дадут не с того ни сего вообще обвинять в чем-то вот ну ты сто процентов знаешь что ты этого не делал вообще не к тебе никакого отношения не имеет ты в это время там не знаю служил кришне а тебе говорят что ты здесь нужно не знаю нагадил вот так я нагарит первое желание конечно говорит ну козу навести справедливость как бы восстановить утрачено но преданное они продвинутые преданное не так не поступают они думают ну ну подумаешь ну прилетела незаслуженно ну подумаешь что такого-то особенно я столько раз делал всякие гадости мне не прилетала почему вывод ну один раз не получить ни за что велика потеря то есть либо не все про меня знали то я бы тут ну просто бы только бы получал и получал слава богу что они ну подумаешь но обвинили в чем-то вот когда других ну когда не тебя а кого-нибудь другого что это зависит от твоих полномочий если ты не можешь делать замечания ты не можешь делать замечания независимо от ситуации да возможно делать замечание она приходит с ответственность то есть зависимости от того какая у тебя ответственность какие какие у тебя и полномочия вот если кому-то другому просто обычно это там оскорбительно достаточно выглядит наверно да когда преданному кто-то говорят в дневе ну что вы думаете на что постараться как бы не быть свидетелем этого всего потому что просто будучи свидетелем этого всего мы становятся соучастниками ну да вот там есть как бы ману самхите там указание там отрезать язык там если не может резать язык отрежьте там себе голову там еще что-то сделать как бы не из нашей цели на практике ну просто пойти да пойти не принимать сетку уйти да вот потому что еще особенно когда два старших между собой отношения выясняют на глазах у младших с них вообще как с гуся вода они завтра там идут уже обнимаются а все что младшие которые были свидетелями этого всего они ушли из движения они там обратно пошли там пиво пить там еще что-то делать потому что для них это все крушение всех всей душу духовной жизни вот поэтому очень очень опасно когда старшие начинают выяснять отношения на глазах у младших то есть им вообще ничего то есть они они вот как бы ну поссорились помирились они может быть тысячу раз так делали уже преданных уже ушла из движения просто потому что они свидетелями этого и поэтому зависит от ситуации но самое безопасное это как бы но стараться подальше таких ситуаций держаться и побольше вопросов задавать конкретных старшим чтобы они могли вовремя отреагировать нужно как то потому что у них есть полномочия квалификации такие ситуации то есть в целом как бы общество любви и доверия не должно быть у нас тут какой-то ругани каких-то гневных сцен сцен древности и так далее все слова кришне вот по моему там дальше в стихах может быть другой лиц я слушал но там написано что вот прочитаны вошли в гнев и тому что они вошли вне потому что не были вошла обычно не входит в гнев а если гнева это он направляет свой гнев против тех кто завидует богу и предан и вот хотелось бы как-то вот немножко более конкретно точнить гнев против бога против зависти против людей которые завидуют богу и преданного он уже не является так сказать новым физическом плане то есть как 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 выражать свой гнев в отношении людей материалистическими стихи наш вчерашний гнев возникает так или иначе возникает нет когда кто-то на тебя пропадает не гневуется садку даже если у нас кин совершает даже если бы кажется что он гневается на самом деле эта история с народом уни и со змеей народом унион трансминенталист такой как бы проповедует всем и одна змея она хотела стать учеником народом они и стал учеником приняла прибежище у него и у нее была проблема то есть но форма жизни змеи она подразумевает что надо всех кусать нам потом злобные змеи живые существа злобные могут кусать без причины убивать других вот но благодаря общению с народом уни то есть это змея очень сильно изменилась с ним все другие привычки стали она тихонько себе там лежала где-то в тенечке и никого не трогала из этого мальчишки стали ее терроризировать стали бросать камнями кидаться палками там уже видишь что она не не сопротивляется она не кусается никому не кусает вот змея очень сильно страдал из-за этого и когда следующий раз на родом уни приехал знаком учителя приезжают иногда да не ученики ученикам учителя приезжают к ним как у тебя дела змея говорит ну все хорошо экстаз полный экстаз единственное неприятность что как-то но беспокойств много всем доставляю что они как-то камнями в меня кидаются палками там потому что не кусаюсь как змея не кусаюсь как-то непривычно я не знаю чем не делать дальше то есть они скоро меня забьют совсем на родом уни сказал наш тебе сказал не кусаться я же не говорил капюшон не раздувать ты должен как бы ну просто раздувай капюшон показывает что ты гневаешься ты можешь шипеть можешь раздувать капюшон на кусаться ты не можешь все настало просто пугать этих мальчишек они стали ну они перестали так себя вести вот то есть гнев преданно в рукопаду сравнивает когда он приводит пример эту историю он говорит что гнев преданных он такой то есть внешне это может быть как ураган выглядеть до внутреннего совершенно спокойно то есть он это делает не не из того что он гневается из-за того что ну то есть как бы надо проявить этот не показать нашим человек когда он в тамагоне но как бы его тяжело вывести из этого состояния то есть иногда надо вот мы прикрепить как-то там продемонстрировать что сейчас что-то произойдет для него неприятное на самом деле ничего такого не должно происходить вот и тут важно внутреннее состояние то есть у нас не должно осквернение такого быть этого гнева упадом все он гневался то все понимали что это не гнев преданных те кто рядом с ним были они понимали что это не гнев это его любовь таким образом были какие-то индусы которые вывели в садху 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 не должен так гневаться с вами с вами нельзя гневаться погладите что вы имеете против гнева он не сидел на колеснице не курил ганжу не ждал когда кришна там за его всех подбивает он сражался брал оружие поосторожнее как бы вот с этими с этим оправданием нашего гнева потому что чаще всего мы не с трансцендентным проявлением гнева имеем дело самым таким обычным вот это вызвано привязанностью плодам желанием чем-то обладать не удовлетворен очень часто это связано с невыполнением собственного долга еще то есть когда у нас проблемы начинаются ну то есть когда мы что-то не делаем то что мы должны делать по отношению к работе по отношению к семье по отношению к духовному учителю по отношению преданным накапливается 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 эти долги а потом мы начинаем на всех гневаться без причины потому что на самом деле вот этот внутренний как бы дискомфорт он вызывается невыполненным долгом то есть нас не защищает наша дхарма мы дхарму не выполняем она нас не защищает беззащитность она вызывает агрессию то есть это вот агрессия это как правило форма беззащитности то есть начальный фанатизму преданных тоже возникает из-за того чтобы просто защититься чтобы показать что я всему следую я вообще лучше всех на самом деле это просто страх собственная слабость то есть просто защита собственной слабости агрессия гнев какой-то